Новости М-7 и на Савихинском шоссе. Движение без ограничений на переезде существенно улучшит транспортное сообщение и обеспечит безопасное пересечение железнодорожного полотна, на котором прервалась не одна человеческая жизнь. Руководитель проекта Станислав Павлов рассказал Евгению Жиркову о том, как идут работы на объекте. Седьмая правая и восьмая правая, соответственно, будут готовы тоже в течение полутора месяцев. Сроку года следующего до весна? Первую плещ мы должны запустить конец мая 2018 года. В принципе, приятно. Уже до конца этого года планируется возвести все девять опор, выполнить работы по большей части инженерных сетей и коммуникаций, а потом приступить к возведению пролетов через железнодорожные пути. Несмотря на то, что строительство идет даже с некоторым опережением графика, не обходится без трудностей. Проблема есть. В первую очередь, это связано со сносом тех зданий, объектов, которые мешают или которые попадают в зону непосредственно эстакады. Но в этом направлении работают абсолютно все команды и Министерство имущественных отношений, Мосавтодор, администрация. Я думаю, что удел месяц и все вопросы будут решены. Под изъятие попали 80 земельных участков. Порядка 70% жилые дома. Эти вопросы продолжают прорабатываться с каждым владельцем индивидуально. Что же касается организации движения общественного транспорта, а жители не раз сообщали в редакцию нашего канала о беспокойстве по этому поводу, по позиции главы города вызывает оптимизм. Все маршруты, которые здесь на сегодня есть, они сохранятся. Одно другому не мешает. Разворотный круг, парковочные места для общественного транспорта как были, так и останутся. Еще раз говорю, мешают только те строения, которые попадают в зону непосредственно строительства эстакады. За строительством этого важного объекта продолжают следить Евгений Жирков, Валерий Сахнов и Владимир Платицын. Большая Балашиха Лайф Новости 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 Новости